Битва за город с участием тяжелой военной техники и авиации времен Великой Отечественной войны прошла в Ленинградской области. Военно-исторический фестиваль состоялся на том самом месте, где 72 года назад советские войска после двухнедельных боев полностью сняли кольцо блокады. Действия исторической реконструкции развернулись в деревне Порошки, где в январе 1944 года был нанесен первый сталинский удар, который и положил начало операции по полному освобождению Ленинграда от фашистских захватчиков. Это историческое место увековечено мемориалом «Январский гром». Так называлась наступательная операция войск Ленинградского фронта. Можно почувствовать, как это было на холоде, среди снега, при шуме стрельбы, бронетехники, авиации. Это дает возможность ребятам вживую приобщиться и понять, насколько было тяжело. Дань памяти таким образом отдают. Я в ветеранской организации работаю 18 лет. И за это время мы очень многое сделали. И уже мало ветеранов осталось. Но мы стараемся передавать в школы, мы стараемся что-то делать, чтобы это осталось в памяти людей. По словам организаторов, мероприятие становится народным. Не только правительство области и общественные организации принимают участие в сотворении действа, но и частные лица. Целыми семьями приезжают на поле событий, где порой тяжело сдержать слезы. Чувствуешь уважение к погибшим и участвовавшим. И хочешь стать таким же, как они, пожертвовать, что не отсиживаться там нигде. Я желаю всем крепкого здоровья, веры, уверенности в том, что мы сильная страна, мы сильны нашими людьми. И что мы преодолеем все, что выпадет на нашу жизнь и победим, независимо от силы. Около полутысячи человек участвовало в реконструкции решающего боя. Десятки единиц оружия и боевой техники погрузили нас в атмосферу того сражения. Ветераны уходят. И наша задача – хранить память об ужасах войны. Продолжение следует...